Доброго времени суток, Михаил! Может как-нибудь осветить свое детство? Единственные ли вы ребенок в семье? За что благодарны родителям? Что привили? Как формировали ваш характер? Что бы вы развили получше? На что бы вы посоветовали обратить внимание молодых родителей? Поколение, которому принадлежат родители, мои, может быть для многих из вас это поколение дедушек и бабушек, это поколение людей, которые пережили войну. Кто на фронте, кто в тылу, кто в зоне оккупации, кто в Сибири, знаете, по-разному. А кто и в местах не столь отдаленных был там и так далее. Это было страшнейшее время, которое передать невозможно, описать невозможно. И даже те, кто его пережил, никогда не любили об этом рассказывать. Я для примера, просто без, может быть, углубленного туда вхождения, я вам расскажу случай. Нет, не случай, а историю. Отец Светланы закончил институт связи в Одессе. Он вообще из Кременчуга, но учиться поехал в Одессу, закончил там институт связи. И он рос в семье, где там их было два брата, мать и отец умер, когда они были там совсем маленькие. И они как бы постоянно голодные были, такие, знаете, не наевшиеся. Ну и вот, когда было распределение после института в 40-м году, народ стремился в Одессе остаться, а он стремился покушать. И, то есть, он готов был ехать куда угодно, где вот как бы были такие условия содержания более такие эффективные. Короче, послали его на приполярный Урал. Там были шахты угольные. И во время войны, когда война началась, через год началась война, и эти шахты в связи с захватом Донбасса немцами стали стратегически важными, свозили людей на работу. Вот представьте себе приполярный Урал. И мы говорим о людях, которые погибли на войне, мы говорим о людях, которые были в эвакуации. А еще были люди, которые попали в такую специфическую мобилизацию, это называлось трудармия, трудовая армия. Это не были люди, которых послали на фронт. Их мобилизовывали для выполнения каких-то работ необходимых. И вот представьте себе климат приполярного Урала. И представьте себе, что там несколько сот тысяч человек жили в лагерях. Там были просто заключенные, как бы из ГУЛАГа были люди. Ну, тоже они работали вот на этих шахтах. А еще были вот эти трудармия, которые, они как бы не заключенные, но они отбывают повинность такую, да, типа воинской. Практически все эти люди были из Средней Азии. И вот он рассказывал, как каждое утро из бараков, они еще не доедали, там еды нормальной тоже не было в достаточном количестве. И они просто от холода, от голода, от всего они умирали. И каждое утро, значит, из бараков, там выносили трупы на улицу. Они замерзали. Утром проезжала телега, подбирала вот эти замерзшие, даже не знаю, как назвать, тела. И вывозили в тундру. И там взрывали динамитом грунт, значит, закапывали туда их. Я просто вам рассказываю, что видели люди, и что пережили люди, вот эти, которые наши родители. Для них на первом месте были самые базовые ценности. Вот когда ты такое прошел, понимаете, ты не думаешь о чем-то таком закрученном, навороченном. Наверное, кто-то думает, я не хочу сказать, что все так. Но у них были самые фундаментальные, самые базовые ценности на уме. Это чтобы было безопасно, и чтобы покушал, и учился хорошо. Когда, много лет спустя, я спрашивал своих родителей, почему вот у нас через дорогу, там, ну, там, рядом, ну, сколько там, 5 минут пешком, 10, была английская школа. И они отдали меня в обычную. И я их спрашиваю, а что же меня в английскую-то не отдали? Она говорит, ну, мы подумали с отцом, говорит, ну, что ребенка там грузить лишнее, пусть у него будет счастливое детство, пусть он там футбол погоняет лишний раз, чем там будет над уроками корпеть. Потому что известно было, что в английских школах дети, там, более интенсивные домашние задания выполняли. Значит, вот жизнь, я вот что хочу сказать. Говорил бы сейчас по-английски, никто бы не понял, что иностранец, понимаете. Вот, и я о ценностях говорю. Не о том, что родителями что-то там не додали, не дай бог. Я даже очень далек от этих мыслей. Я просто вам рассказываю, какие были ценности у людей. И вот, поэтому, и в этом смысле они делали все абсолютно, что могли сделать, все, что были в состоянии делать. Вот безопасность доходила до вот некоторого, ну, я не хочу сказать абсурда, но, может быть, чрезмерных каких-то форм. Например, вы, наверное, не знаете, но в те годы, вот когда я рос, вообще с деньгами людей была проблема. Мало зарабатывали, но даже если у вас были деньги, их было сложно потратить. Например, купить автомобиль было невозможно. То есть, людей, которые готовы были выложить, там, 5-6-7 тысяч, там, за Жигули, или, например, там, за Волгу, там, где Москвич даже. Их не было, этих машин. То есть, их надо было в очереди стоять, и там какие-то коррупционные схемы, там, откаты, взятки, там, еще что-то там. Такое вот крутилось-вертелось. И отец работал на предприятии оборонном. Ну, там, они в комендатуре, там, они, как-то, в охране этих предприятий. И, собственно, предприятие было военное, ракетный завод большой. И там были, как бы, улучшенные условия, так сказать, снабжения вот этими дефицитами. Он мог пойти в любой момент, просто он мог пойти и сегодня забрать машину и уехать в ней. То есть, он имел такую возможность. И он ни разу не воспользовался. И потому что они считали, что это небезопасно. Они даже не боялись того, что, скажем, у машины дворники открутят на улице. Потому что гараж это было немыслимо. Нет, но как это они вдруг сядут на машину и куда-то там поедут, и вдруг что-то случится. И вот у них была дача под Москвой, почти у самого Серпухова. Это довольно прилично от Москвы, почти там недалеко от границы уже Московской области. Там какая, Калужская, видимо, с той стороны. Так вот, и они садились на электричку. Значит, ехали там на трамвайчике, садились на электричку. Ехали на этой электричке там, не знаю, часа два или около того. Потом от электрички, ну, там хорошо, что было недалеко, там минут 15. Ну, вот они 15 минут, значит, там пилили до этой дачи. Но, что я хочу сказать, с возрастом-то это все сложнее и сложнее делать, понимаете. И, то есть, они могли, у них были деньги. Они боялись, понимаете. Поэтому, что они нам дали? Они очень ценили трудолюбие, очень ценили в людях. И нам, как бы, прививали трудолюбие. Ну, как бы, соображать, вот, как бы, учиться хорошо. То есть, еще раз, они не думали о том, что там человек должен быть круглым отличником. У них не было такого. Я, кстати, не был в школе, пока учился, я не был круглым отличником. Я круглым отличником стал в институте связи, когда учился. Потому что я тогда попал из физмат-школы. А физмат-школе нас так накачали. У меня в физмат-школе был средний балл по окончании школы был 4,5. То есть, ровно. Какие-то там четверки были. Ну, наверное, там, не помню, химия, там, что-то были. Не обязательно быть круглым отличником. Ну, учиться, вот, в хорошем месте. Им, например, они очень гордились, что у меня брат старший, нас двое. У меня старший брат, он закончил мехмат-МГУ. Это фактически, ну, я думаю, что и в сегодняшнем мире мехмат-МГУ, это, пожалуй, вот, как бы, лучшее место, где ты можешь, там, изучать математику в мире. Я верю в это. Я не знаю точно. Может быть, есть какие-то официальные, там, данные, которые говорят, что это не совсем так. Но, во всяком случае, это мирового класса учебное заведение. И особенно, вот, в той части, где, там, математика и физика, это мировой класс. Вот, поэтому, вот он поступил, было очень сложно поступить. У него, там, был полупроходной балл, но он был медалистом в школе. И вот медалистом взяли с полупроходным баллом, и он попал на мехматы. И, там, стал кандидатом наук. Потом он уже уезжал у него на докторскую, на защиту докторскую. Уже были оппоненты назначены. Но так уже сложилось, что они уехали через пару лет после нас, там, где-то в году в девятом. Вот, и брат, он на семь лет меня старше. И, ну, такой серьезный очень человек. То есть мы с ним чисто внешне очень похожи. Он, может быть, на пару сантиметров пониже, и такой более широкий, коренастый. Но по характеру мы сильно отличаемся. Я такой, как бы, экстравертированный, а он наоборот. Он такой интровертированный, так лишнего слова не скажет. Вот. Хотя мы очень похожи, действительно, чисто внешне. Я иногда в зеркало на себя смотрю, думаю, боже, ну, как отличить? Как сказал однажды наш знакомый, вы похожи так, как только могут быть похожи два брата не близнеца. Вот он так сформировал, когда мы еще совсем молодые были. Ну, в общем, такая вот история. В то время была очень модная разница в возрасте 7 лет. То есть, как бы, старший пошел в школу, а мама пока дома. С маленьким и заодно там со старшеньким, который в школу пошел. У нас, наверное, полкласса, в котором я учился, вот у них были там старшие или младшие там на 7 лет раньше. Это было почему-то очень популярно в то время. Вот. Так что, то есть они как бы специально так рассчитывали и так далее. И, соответственно, мы все тут. Ну, родителей уже нет в живых. Но вот я тут, брат тут. У брата сын. Вот базовые, самые базовые ценности. То есть, как бы сказать, и чтобы и честно, и чтобы не воровать, и чтобы никого не обижать. И, ну, какой-то такой нравственный, этический какой-то код. Мы не изучали его на бумажке, но, ну, как-то вот от родителей к детям передается что-то. Конечно, к нам не передалось, вот скажем, их отношение к их собственным родителям. Вот в том поколении, например, отношение к родителям было более такое, знаете, пиетета больше было. Вот, допустим, отец вот от меня этого не получил, хотя я думаю, вот ему этого не хватало, я ему не додал. То есть, он, то есть, он сказал, говорит, ну, я же так сказал. Говорит, я хочу вот это. Он говорит, нет, говорит, лучше вот это. Я говорю, почему? Говорит, ну, я же так сказал. Он говорит, как же, что ж ты со мной споришь. Но вот я же тебе говорю, что вот так. И это часто проявлялось там в каких-то действиях. Например, я в походы ходил, там, начиная класса, не помню, там, седьмого, восьмого. Бывало, что там на две недели мы куда-то уходили. Ну, там, правда, со школы, с учительницей. Мы две недели там по Подмосковью в каком-то там участвовали в странном таком движении. Там сходились группы, расходились группы, там, что-то такое, по местам там, боев и так далее. Значит, и каждый раз, когда я в поход шел, он переживал. Вот я еще раз говорю, безопасность. Он говорил, разве можно? Он говорит, в лесах там убивают людей, там преступники, там тебя никто не защитит, там и так далее. Ну, то есть он безумно переживал. И я ему говорил, я не могу, мы с ребятами договорились, и мы идем, и у нас там тренер или кто там вел эту группу. Я учился в школе инструкторов горно-пешеходного туризма, потом постарше немножко уже студентом. И он, ну, просто, и вот то, что я как бы не слушался, ему это было очень тяжело. Ну, я думаю, что мы гораздо легче переживаем со Светланой. И когда, допустим, там наши дети-внуки, как бы, они говорят, мы вот так хотим, говорит, ну, мы говорим, ну, давай. То есть мы в гораздо большей степени склонны их поддержать. Хотя я не знаю, что бы мы сказали, если бы речь шла там о вопросах, где мы видим опасность какую-то для, я не знаю, для безопасности чего-то. Вот мы едем в Мексику, все вместе с ними. И там Света берет с собой, там, эти таблетки, пилюли, там, водичку, там, обезопасить, там, дезинфицировать, там, еще что-то. Ну, вот мы, то есть мы тоже, как бы, за безопасность. Единственное, что у нас нет такого, ну, военного уровня, что ли, тревожности, понимаете, по отношению к этому, ко всему. Мы, как бы, выросли в таком мире, как бы, безопасном. Не было таких страхов, никогда даже в голову не приходило ничего такое плохое. Вот, наверное, так. Счастливо!